Гранд Шриман Бхагаватам, песня 5, глава 18, молитвы жителей Джамбудвипы, текст 29. Перевод стиха. Шукадеву Госвами продолжал. В Хиранмайе Варше, Верховный Господь Вишну, пребывает в образе Курмы, черепахи. Этот прекрасный образ Господа бесконечно дорог всем обитателям Хиранмайе Варши, во главе с Арьямой. Преданно служа и поклоняясь Господу Курме, они поют следующие гимны. Комментарии в Божественной Милости Шриши Мадача Бхактивданте Сваим Крупады. Очень важную роль в этом стихе играет слово Приятама, самый дорогой. Каждому преданному особенно дорог какой-то определенный облик Господа. Некоторые материалистичные люди думают, что воплощение Бога в образе черепахи, вепря или рыбы не слишком красивы. Такие люди не знают, что какой бы облик ни принял Господь, Он всегда обладает всеми совершенствами личности Бога. Одно из этих совершенств ни с чем не сравнимая красота, поэтому все воплощения Господа очень красивы. Именно так думают преданные. Непреданные же считают воплощение Господа Кришны обыкновенными материальными существами, и потому делят их на красивые и некрасивые. Преданный поклоняется тому или иному воплощению Господа, потому что ему больше всего нравится видеть Господа именно в этом облике. В Брахма-Самхите 5.33 сказано Господь вечно юн и прекрасен. Те, кто искренне поклоняются какому-либо воплощению Господа, всегда восхищаются Его красотой и преданно служат Ему. Шукадеву Госавами продолжал. В Хиранмая-Варше Верховный Господь Вишну пребывает в образе Курмы, черепахи. Этот прекрасный образ Господа бесконечно дорог всем обитателям Хиранмая-Варши. Во главе с Арьямой, преданно служа и поклоняясь Господу Курме, они поют следующие гимны. Говорится, что живые существа в материальном мире находятся в сознании двойственности, хорошо-плохо, красиво-некрасиво, холодно-жарко, счастье-несчастье и так далее. Говорится, все это проистекает из-за чувственного состояния. Кришна говорит Арджуне об этом. Счастье и несчастье и их исчезновение в должный срок, подобные смене зимы и лета. Они рождаются из чувственного восприятия у Арджуна. Поэтому человек должен научиться действовать так, чтобы эти изменения его не беспокоили. То есть это двойственность. И мы с вами говорили о том, что чувства являются пристанищем вожделения. Вожделение является результатом гуны страсти. Гуна страсти возникает из жадности, как Кришна называет, созерцая объекты, чувств. Что значит созерцая объекты? Это означает, в Бхагаватам описывается, что живое существо постоянно занято поиском чувственных наслаждений. Постоянно. Как только оно приходит в материальный мир, то первое его желание – это искать объекты чувственного наслаждения. И появляются объекты, начинаются производиться объекты чувственного наслаждения. Как мы с вами создали телевизор, видеокамеру, одежду, определенные духи и так далее. Этих вещей в таком виде не существует в природе. Но мы создаем это все. Для чего? Мы хотим наслаждаться. Желание наслаждаться объектами чувств. Очень разную еду разнообразную. Мы создаем всякий вид. Все-все-все очень много. Зрелища всевозможные. Все хотят наслаждаться. И поскольку все находятся на чувственном уровне, то здесь все подвержены этим четырем стадиям. Четырем стадиям, которые называются голод, насыщение, присыщение и отвращение. И поэтому нам нужно все больше и больше разнообразных чувственных наслаждений. Как мы видим, мы поем киртан и меняем постоянно мелодию. Почему? Потому что через некоторое время мы попадаем на удочку этих четырех компонентов. Голод, насыщение, присыщение. И всем уже не нравится эта мелодия. Самому тот, кто поет, может не нравиться. И всем окружающим. Нужно что-то обновить. Раз обновляется. Мы не можем в одном ритме все это делать. Надо сменить ритм движения. Если просто так никто не будет два часа. Потом надо там крутиться, бегать. Потому что все приедается мгновенно. И это говорит о том, что мы находимся в плену этой двойственности. Что мы не слышим экстаза или не чувствуем вкуса к святому имени. Мы испытываем вкус к разнообразию. К разнообразным чувственным наслаждениям. К разнообразным писаниям. К разнообразным мантрам. К разнообразным местам проживания и так далее. Разнообразие. Называется желание мирского разнообразия. Это и есть признаки вожделения, этой жадности. Что живое существо созерцает объекты чувств. Что значит созерцает? Ищет чувственных наслаждений. Оно уже в таком настроении находится. И когда живое существо занято поисками чувственных наслаждений. То возникает страсть. И страсти проистекает вожделение. И человек начинает разделять мир. То, что удовлетворяет мои чувства. Это счастье. То, что не удовлетворяет мои чувства. Это горе. То, что удовлетворяет мои чувства, это, так сказать, богатство. То, что не удовлетворяет мои чувства и так далее. Все это счастье, радость, горе, богатство, нищета и так далее. Все эти перемены, двойственности. И что? Человек под влиянием вожделения, естественно, реагирует на это. Когда чувства удовлетворены, он счастлив. Когда чувства не удовлетворены, он в гневе. Итак, причиной двойственности является гуна страсти, то есть, поэтому говорится, что в гуне страсти появляется множество религиозных движений, множество богов, множество философских тактрин, то есть разнообразие появляется из-за гуны страсти. Но в гуне благости существует одно писание, один бог, одна практика. В гуне невежества вообще ни черта нет. Ни писания, ни бога, ничего нет. Или совершенно, как это так называют, выдуманные положения богов. Выдуманные боги, выдуманные писания, проистекающие из невежества живых существ. Итак, можно понять, откуда в человеческом сознании есть это желание разнообразия. Это желание духовного разнообразия, своих взаимоотношений с Господом. Разнообразие, которое выражается не в чувственных наслаждениях, а когда живое существо стремится разнообразить свое служение Кришне. Разнообразие свое служение Кришне, это означает служить Кришне. Вот, мы говорим, девять форм преданного служения. Смотрите, девять разнообразных форм. Шраванам, Киртанам, Вишноксмаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Дасиам, Сакиам, Атманиведанам. Разнообразие. Слушание, воспевание, пометование и так далее, и так далее. Слушание, воспевание и так далее. Родство, как говорится, как желудок, как пища, попавшая в желудок, как корень дерева, который поливают. И поэтому живое существо стремится все больше и больше удовлетворять Кришну. Почему? Потому что оно начинает испытывать все больше и больше удовольствия от этого. Наслаждение, удовлетворять Кришну, отдавать что-то Кришне, наслаждать Кришну и быть его слугой, служить Кришне. Эти три фактора духовной жизни в духовном мире работают. Такова природа души. Это и есть пограничная энергия. Это означает склонное попадать, но это не означает, что в ней нет этой природы. Все отдавать, наслаждать и всегда стремиться услужить чем-то Господу или служить Ему. Итак, живое существо, находясь в материальном мире, постоянно соприкасаясь с этой гуной страстью или даже с гуной благостью, так или иначе гуна благости тоже обуславливает живое существо. Чем обуславливает? Живое существо начинает также пытаться наслаждаться гуной благости. И поэтому мы видим эти гордые браманы, эти, так сказать, великие личности, которых нельзя переубедить ни в чем, задеть и так далее. Это все результаты также наслаждения, что живое существо испытывает удовольствие, каких-то более других концепций. Но так или иначе, говорится, в гуне благости все равно присутствует гуна страсти и гуна невежества. Поэтому человек даже в гуне благости склонен иметь страстные желания, совершать страстные поступки и даже впадать в невежество. Но преобладающая в нем гуна благости может быть. Почему? Потому что в материальном мире в чистом виде гун не бывает. Все равно какие-то примеси остаются, какие-то остаточные явления или признаки существования этих годов в прошлом, они будут все равно преследовать живое существо. Как тело, как тело человека, его внешний вид, он все равно будет таким, все будут узнавать его, а это ты. Поэтому говорится, что определение живых существ по их форме есть знание в гуне страсти. Что когда мы не видим изменений внутренних, а видим только внешние изменения. Но также говорится, что человек, который совершает определенный вид деятельности, руководствуясь страхом или хочет завоевать уважение перед окружающими, когда он в страхе совершает служение, он не испытывает радости от этой деятельности. Он как раб какой-то проблемы вынужден так действовать. В гуне страсти он слишком привязан к мнению окружающих и в этом пытается черпать. То есть обманчивость такую. И в гуне страсти, говорится, он не получает отречения от своих проблем. То есть отречения от чего? От каких-то видов чувственного наслаждения и так далее. Сложно это отречься. Поэтому, говорится, в гуне страсти не приносит истинного отречения. Почему не приносит истинного отречения? Потому что нет знания в гуне страсти. Нет знания. Почему нет в гуне страсти знания? Потому что гуна страсти не дает понимания. Поэтому шастра говорится, в гуне страсти человек не может понять указания духовного учителя и смысл священных писаний. Что же говорить об отвратительной гуне невежества? Что даже в страсти человек не способен понять указания духовного учителя и смысл священных писаний. Он понимает их поверхностно. В гуне страсти это означает, что он принимает только то, что удовлетворяет его материальные представления и чувства, и отвергает все, что не соответствует его представлениям. Поэтому говорится, что в гуне страсти человек в основном склонен совершать шастра нинда, то есть искажать священное писание. Искажение священных писаний или интерпретация священных писаний является оскорблением аппаратха. Это называется шастра аппаратхи или шастра нинда. В гуне невежества живое существо склонно окружающих обвинять в своих неудачах. Поэтому это в основном связано с ваишнава ниндой или саду нинды, оскорблением предных или окружающих, включая мать, отца и всех остальных. В гуне благости человек никого не обвиняет. Что он делает? Он отказывается исполнять указания духовного учителя. Гуна благости может быть с этим связана. Живое существо отказывается. Почему? Он начинает гордиться своим знанием. Он начинает гордиться своим знанием. Почему и говорят надменные ведические браманы? Он начинает гордиться этим. Архманические сословия. И начинает считать других ниже себя. Что только им суждено понять что-то. Что только им Кришна дает благословление. Только через них Кришна действует и так далее. Что они являются центром всего. И они по своей беспричине и милости раздают это все. И они становятся гордыми от этого. Именно из-за этого они становятся гордыми. И так появляется эта отчужденность браманов и всех остальных. То есть все разбиваются на эти касты, на это положение. Различия, различность. Поэтому никто уже не верит, что сапожник может лучше понимать что-то, чем брамана. Даже народа он был удивлен. Как сапожник мог иметь какое-то понимание, а браман не иметь. Как раз это и есть та концепция, когда браманы становятся гордыми чересчур. Становятся гордыми. И естественно они считают, что никакой сапожник ничего понять не может. Это невозможно. Как он может осознавать Кришну? Не может быть, что где-то в Улан-Удэ кто-то или в Иркутске сознавал Кришну лучше, чем в Москве. Такого не может быть. А те, кто в Москве, как они могут лучше осознать Кришну? Лучше те, кто во Вриндаване или в Майяпуре. Это чушь полная. Они так думают. Никто не может. Как кто-то может, я саньяси. Кто может лучше меня понимать? Как может Грихасха лучше меня понимать? Что хочет Кришна? И тогда эта система разваливается. Появляется внутренняя претензия на кастеизм. На касты, на какое-то привилегированное положение. И поэтому прославляется этим. Царь Амбариши прославляется. Шрила Прабхупада указывает на это. Что царь, будучи Грихаской, имеющий богатство, власть, оказался более близким для Кришны. И Дурвасе пришлось извиняться. Джанака Махарадж объясняется, как с Ясадевой, так, кстати, он там встретился, как Ясадева был такой великий. Но когда встретился, помните, с Джанакой, я рассказывал историю, как меч там подвешивали, как ему сказали, что иди посмотри все святые места, а потом специально так шепотом, таким шепотом, чтобы он слышал, сказал, убейте в одном из мест, убейте его. И как он полностью в страхе смерти находился. Ел блюда, не мог их оценить, потому что страх смерти был. Он посещал святые места в страхе перед смертью. И что? Он не смог ничего оценить. Потому что страх двигал им. И так, когда человек совершает страхи, он ничего не может оценить, ценности всего понять. Когда человек в гуне страсти, что с ним происходит? Он не может отречься. Он не может отречься. Отречение не приходит. То есть он возвращается постоянно на место чего? Пропада говорит, собака всегда возвращается на место своей блевотины. Человек в гуне страсти всегда возвратится к своей проблеме. Опять будет столько много усилий делать, и опять вернется к своей проблеме. Он опять будет делать то же самое, что и делал. И Пропада говорит, вор, вы не можете его наказать. Потому что вор все равно будет что делать? Воровать. Почему? Конечно, он не может отречься. Знания нет. Только тот может отказаться от чего-то, когда знание приходит. Результат знания что? Отречение. Если человеку не дать знания, как же он может отречься? Он невольно будет возвращаться на это же место. Он будет возвращаться, потому что он не знает ничего, кроме этого. Он ничего не познал так. Он не получил чего-то более важного. Таким образом он будет возвращаться. И гуна страсти не дает знания. Гуна страсти не дает знания. Вот в чем. Почему? Потому что знание это результат понимания. А в гуне страсти человек не понимает этих вещей. Нельзя в гуне страсти понять указание духовного учителя и смысл священных писаний. Но как же тогда сапожник может получить сознание Кришны? Как же может кшатрия или вайши получить сознание Кришны? Это говорилось о том, что они должны предаться. Они должны предаться. И вся суть в этом. Поэтому Кришна сказал, что даже если ты самый грешный из всех грешников, ты должен зайти на корабль трансцендентального знания. Это означает что такое? Сарват харман парития джа. Это означает что? Да. Оставь это желание наслаждаться. Искать этих чувственных наслаждений. Ищи чего? Тадвитхи пани пратена пари прашнена савея. Попытайся истину искать. Займись поиском истины, а не поиском чувственных наслаждений. Займись поиском истины. Попытайся хотя бы искать истину. Попытайся ее искать. И для этого обратись. И шастры говорят, что все, пулкаши, пулинды, кхасы, яваны, там все-все-все эти народности, могут, звери, птицы даже все, могут снискать милость Господа, если предадутся его преданным. Если предадутся его преданным. И Пропада подчеркивает, предаться предному, это означает предаться чистой личности, чистому преданному. По милости предного, как мы с вами говорили, милость Бога надо понимать как, что, да, каруния, бакта каруния. И Шванатыча Кроварти Тхакур вводит это понятие, бакта каруния. Вы должны снискать милость преданного. Это означает, что вы получили милость Бога. Что вы получили милость Бога. И этот преданный стремится вас спасти. Именно вас называется Сва Крипа Шакти. То есть, он хочет отдать вам. Это Сва. Сва Прасадам. Прасадам означает милость Господа. И говорится, что преданный служит за Прасадам. Он не служит ни ради чего. Ничто его не интересует. Он служит ради Прасада. Ради милости Кришны. Прасадам означает милость Кришны. Для нас Прасад это только еда. Но милость Кришны это Прасадам. И говорится, между наказанием и между благословлением нет никакой разницы. Но когда человек находится в двойственности, он не может этого понять. Поэтому он не способен воспринимать эти вещи. Что не милость и милость имеют одну природу. Одну природу. Какую? Прасада. Они имеют природу Прасада. Поэтому Прапада говорил, не бывает невкусного Прасада. Когда человек очень продвинут, то вкусный или невкусный не бывает. Такого понятия. Как вода Ганги. Она не может быть вкусной или невкусной. Она священная. Она священна. Как изображение Божества. Оно не может быть красивым или некрасивым. Но когда мы в двойственности, когда мы в гоне страсти, тогда мы начинаем эту двойственность. Она утверждается в нашем уме. Двойственность. И мы начинаем думать, вот это красиво, это некрасиво. Это хорошо, это плохо. Это так, это так, это так, это так. Что-то Божество сегодня грустное, а вчера было веселое. Я прямо видел, что Божество загрустило. Но Божество не находится в двойственности. Оно не грустит, не скорбит. Это не шудра, И счастье, несчастье, оно не испытывает. Оно всегда испытывает постоянное состояние, постоянство. И какое, он говорит, увеличивающееся постоянство. Очень странная концепция увеличивающегося постоянства. В чем оно постоянно? В удовлетворенности, в этом счастье. Оно закреплено в этом счастье. То есть оно только испытывает счастье. Кришна таков. Он сам источник счастья. И этот источник счастья всегда увеличивается Кришна, говорится, все время растет Все говорят, вот ему 16 лет Он все время растет Это называется постоянное увеличение Он все время растет и ему всегда 16 лет Но он всегда растет Он растет, он все мудреет Ему возраст все больше И в то же время постоянно увеличена Это очень сложно понять Поскольку мы в материальном мире Поэтому эти вещи называются трансцендентальными Или очиньте Это непостижимо, для нашего сознания Это непостижимо, а тем более здесь В материальном мире, постигнуть это, как это действует Как мы говорим Ой, это невозможно, ой, я не смогу Наверное это сделать и так далее Мы не можем понять, что такое Шрадха Вера, и мы всегда говорим У вас больше веры, поэтому у вас получается А у меня меньше веры, поэтому у меня Меньше получается Но что такое вера? Что такое вера? Это способность отдавать Жадность, это не способность отдавать А вера, это способность отдавать Вы верите, что надо отдавать туда это И говорится, Шрадха, из двух этих слов состоит Способность отдавать «хрядая» — это «хрида» — сердце, способность отдавать сердце. Не брать, а отдавать. И веры у того большего, кто больше отдает. Это означает очень сильная вера. И поэтому результатом отдавания сердца является атма неведанным, полная отдача себя. То есть целиком посвящает себя человек. То есть он только отдает все. И поэтому он реализует это. Желание отдать, желание наслаждать и желание служить. И все начинается с желания, что? Отдать. Поэтому он говорит, что «шрада» — самое главное качество — это желание отдать Кришне. И в источнике вечного наслаждения кубджа отдала, торговка этих фруктов отдала, тот отдал. Все отдают Кришне. И что они получают за то, что они отдают? Под страхом смерти они отдают это. Они боятся, но они все равно отдают Кришне. Они переступают через свой страх и отдают Кришне. И поэтому духовный учитель всегда говорит, и Кришна, и Павпады говорят, отдай. Отдай. Отдай свою жизнь Кришне. Отдайте, не бойтесь ничего, не страшитесь ничего. Просто предайтесь. Это означает предайтесь. Дайте. Придайтесь. Отдайтесь, значит. Отдавайте. Отдавайте свою жизнь. Отдавайте все Кришне. Не оскудеет рука дающего. Потому что рука берущего всегда оскудеет. Только рука дающего она не оскудевает. И означает вера, это означает, что человек жадный. Если у него маленькая вера или нет веры, это означает, что он жадный. И опять мы возвращаемся к этой жадности. Он жадный до чувственных наслаждений, он хочет наслаждаться. И виды наслаждения бывают разные, тонкие и грубые. Мы можем видеть, ой, да он не наслаждается, у него плохая одежда. Нет, он наслаждается еще как наслаждается. Эти люди наслаждаются так, они во сне наслаждаются, они тайком в разных комнатушках наслаждаются. Чем только они наслаждаются, своим величием, своей прозорливостью, своими представлениями наслаждаются и так далее. Люди очень склонны к наслаждению. И тонкие наслаждения куда более серьезны, чем грубые. Грубые наслаждения, примитивно наслаждаться и можно изысканно наслаждаться. И пропадый говорит человек, он изысканно наслаждается чем? Сексом, изысканно наслаждается едой, изысканно наслаждается сном и изысканно обороняется. Яды подсыпают. Представляете, что свинья другой свинья яд подсыпала. Такого не будет. Или что она устроила чужими руками, что-то там критику какую-то, кляузы пишет. Нет. Животные, они невинные, они более примитивно все делают. То же самое. Но тут изысканно, высокообразованная, высокосовершенная та же самая деятельность. Еда, секс, сон и оборона. Целая цивилизация людей появляется. Но на самом деле эта цивилизация пропадает, говорит, животных. Потому что те же самые цели, только более организованным и более изысканным способом устраиваются. И отказаться, животные могут отказаться. А люди, что? Нет. Даже животное может отказаться от чего-то. Но люди даже из страха не отказываются. Даже страхами не управляют. Они все равно делают. И Капила это объясняет. Что их в ад даже отправляют. Все бы уже напугались давно. Не, какой там. Они в аду даже умудряются. Там где-то что-то стырить, где-то что-то отвинтить, слить. Что-то где-то там кайфануть. Они в аду умудряются это делать, он говорит. Это вообще ухищренный, он говорит. Живые существа настолько ухищрены. Он прямо в Бхагаватам говорит. Дорогая мать, живые существа настолько ухищрены, что умудряются наслаждаться тем, что не предназначено для наслаждения. И в местах, которые не предназначены для наслаждения. Даже в аду. Уже ад, я не знаю там, куда дальше. И мы так ухищрены. Живые существа так ухищрены. И о каких живых существах, он говорит. Да, которые в материальном мире. Они так ухищрены. Они здесь умудряются наслаждаться. Потому что такова природа живого существа. Искать чувственные наслаждения. Но оно просто не знает, как получить эти чувственные наслаждения. Оно не может понять, что его связь с Кришной, это и есть получение чувственных наслаждений, которые более выше, чем чувственные наслаждения от поисков, от объектов, чувств. Таким образом, говорится, что человек, который это понял, он постепенно начинает отходить от этого. Понимание дает ему знание, знание дает отречение. Он точно знает, что это лучшее. У него есть опыт. У нас у всех есть опыт. Опыт это означает память. Это вот о чем мы говорили. Бессознательная и подсознательная природа нашего ума. И мы храним там память и опыт. И у нас есть опыт у всех, что в семейной жизни счастья что? Нету. Но почему мы все равно продолжаем искать счастье в семейной жизни? Потому что другие впечатления покрыли наш опыт духовный. У нас нет новых впечатлений. Поэтому мы всегда возвращаемся на место. Вот в чем суть. Что гуна страсти, она вынуждает нас всегда вернуться и искать счастье там, где его нет. Поэтому пропадый говорил, Конфуций был очень великим философом. Он говорил, сложно искать черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет. И так сложности. Черная комната, черная кошка. Еще ее там искать. Но ее-то там что? Нету. Поэтому эта черная комната бесполезная. Бесполезная эта черная кошка. Потому что ее там нету даже. Так же говорится и люди. Они ищут счастье в материальном мире. Они ищут счастье в какой-то дружбе, любви, патриотизме, национализме. В детях. Но счастья там нету. Поэтому говорится, что глупцы только ищут счастье там, где его что? Нету. И Бруппада приводит пример Шриман Бхагава. Там говорится. Нельзя найти на западе то, что находится на востоке. Как можно найти на западе то, что находится на востоке? И так это очень важная концепция сознания человека, когда он принимает какую-то определенную деятельность и впечатления складываются. Как результат этой деятельности. Впечатления складываются не просто так. Нужны правильные впечатления. Правильные впечатления. Здесь Бруппада говорит, разве это правильное впечатление, что мы думаем, что, допустим, образ рыбы, вепря и черепахи, он менее привлекателен, чем образ Кришны с флейтой, Кришна там на лотосе, Кришна со Шримати Радхарани. Что он менее привлекательный. Что у него есть такие. И мы можем не понимать этих тонкостей духовной жизни, что Господь всегда, говорится, сохраняет все эти свои качества. А какие? Красота, богатство. Что такое? Шесть достояний. Богован. Он все равно сохраняет эти шесть достояний, в какой бы форме он ни приходил, все равно красота. Это не значит, что он самая красивая черепаха. Да, материалисты думают, ну, он из черепах, он самый красивый. Нет. Имеется в виду, что в этой форме черепахи он красивее всех других живых существ вместе взятых. Он красивее в форме черепахи всех жителей Вайкунхи. Потому что красота Кришны, ее можно сравнить только с какой-то другой формой Кришны. Но ни в коем случае ни с какими другими живыми существами. И эти формы будут очень удивительны. Они будут все в равной степени обладать этой красотой и привлекательностью. Этими качествами и всем остальным. Богатством, славой, силой. Все будет то же самое. Красота. Говорится в соответствии со взаимоотношениями, которые хочет культивировать живое существо по отношению к Кришне. Оно и привлекается определенной формой Кришны. Но между этими формами что? Разницы нет. Есть разница лишь в отношениях. С Кришной. Поэтому говорится, что Хануман, он очень сильно привлекается к Кришной, как Рамачандрой. Очень сильно. Ему вот именно вот такой облик Господа особо дорог. Но когда он видит Кришну, он тоже испытывает те же самые чувства. Он говорит, ну стань Рамачандрой. Хануман, как Арджуна, когда он увидел облик Нарайаны, он сказал, пожалуйста, а нельзя ли опять с флейтой как-то с двумя руками? Мне это больше нравится. И так далее. Но это не означает, что он посмотрел и подумал, о боже мой, какое чудовище. Нет. Говорится, что даже когда он, Арджуна, увидел вера трупу, вера трупу, то есть облик Кришны в материальном мире, и там увидел зубы и все остальное, и казалось бы, такой страх. Он даже в этой форме, он узрел, что, и там есть глава называется, великолепие Абсолюта. Он даже в этом увидел великолепие Кришны. В его страшной, ужасной такой форме он увидел, как он великолепен. Знаете, как есть такое выражение? В гневе ты великолепен. И есть форма Кришны, когда он приходит, как Нарасимха-деф, и люди такие вот, как бы, с честным сердцем таким, они говорят, ну это Бог, они боятся такого Бога. Потому что там он разрывает кишки, у него висят страх, ими руководит страх, поэтому они не испытывают радости, потому что им очень страшно. И в то же время есть история, когда Прохлада Махарадж, он увидел этот облик, и он привлекся Господом, именно в этом облике. И он говорит, Боже мой, эти глупцы, они не могут понять, как ты прекрасен. Что ты в этот момент гнева даже еще красивее, чем ты можешь быть в умиротворенном состоянии. Он сказал, но потом Прохлада говорит, нет разницы между твоей умиротворенностью и гневом. То есть Кришна настолько совершенен, что его гнев и его умиротворение, они имеют одинаковую природу. Они прелестны, они совершенны и привлекательны. Но полубоги, сохраняя нечистые мотивы в сердце, оставались в этой двойственности, не милости и милости. Они оставались в этой двойственности. Поэтому понять облик, понять действия Господа Нарсимха Дева им было очень сложно. Понять черепаха, как может быть черепаха привлекательна, все видят, что такое она такая. Они не могут понять. Они не могут понять, в чем пастушок. Почему пастух это так очень привлекательно? Почему не кшатрия? Всем хочется, чтобы Кришна царь был. Или как бы Брамана такой классный. Ну, черепаха, это из мира животных уже вообще ужас. Что такое? Хотя бы человеком, ну, хоть карликом, но все-таки человек, а тут черепаха. А потом рыба, елки, все рыбу ели всегда. Ой, и Кришна рыба. Ну, что ж такое, елки? Какая-то доминошная терминология. Рыба. Да? А вепрь? Ну, это уж вообще елки. Посади свинью на трон. Да, и у людей есть эти представления. И они, несомненно, склонны совершать оскорбления. Называется ишвара аппаратхи. Они оскорбляют. Они не могут понять, что образ Господа вепря был настолько привлекателен, что он затмил все остальные образы. Он затмил. Рыба. Это была не просто рыба, как ее на картинке рисуют. Ну, такая вся светящаяся рыба. Ну, рыба же, елки. Рыба. Рыба, она и есть рыба. Понимаете? Хоть она какая, золотая, хоть какая, бриллиантная, вся изумная. Ну, рыба, даже если она говорит по-французски, по-немецки, по-английски, все равно рыба. Даже если она все желания исполняет. Рыба, она и есть рыба. Это как царевна-лягушка, вот понимаете. Ну, все равно, что за форма рыба? И все равно не привлекаются люди. Почему? Потому что они сохраняют эти материальные представления. Эти материальные представления глубоко укоренились в нашем сердце. Поэтому, если мы думаем, что Бог приходит как человек, мы думаем, все. Ну, они думают, что если он приходит в форме животного или растения какого-то, или еще. Говорится, что Кришна приходит во все формы. Удивительно. Кришна приходит во все формы. Да, Бхагава там говорится. Он приходит во все формы. Абсолютно. И он сохраняет, говорится, всегда свою красоту в этой форме. Что даже если он в этой форме приходит, он красивее всех. Все равно красивее всех. И эта красота, говорится, это качество его внутренней энергии. Красота, это качество его внутренней энергии. Вот почему мы видим Божество, но поскольку мы находимся во внешней энергии, и мы внешней энергией рассматриваем Божество. Оно маленькое, не очень красивое, в общем-то. У нас даже есть люди красивее, чем эти Божества. Да? В чем же красота Божества? Это потому, что мы лишены внутренней энергии еще. Мы не видим внутренней энергии. Поэтому Кришна говорит, те люди, чьи глаза открыты знанием, они могут видеть это. То есть те предные, чьи глаза открыты знанием о своих взаимоотношениях с Кришной. И они совершенно по-другому видят это. Совершенно по-другому. Как мы читаем эти истории, вам, Шадаса, Бабаджи. Как он Шрилу Бхактистан Сарасвати видел маленькой девочкой Гопи Манжари. Духовную форму. Он не видел его материальной формы. Он видел его духовную форму. И эта духовная форма восторг вызывала. Он сразу кричал, а где Радха, где Кришна, почему ты здесь одна бегаешь? Куда делись Радха с Кришной? Где они? Очень удивительно. Говорится, что особые личности, они видят сварупу человека. Сварупу. Кто он в духовном мире? Духовный учитель, очень продвинутая личность, может видеть сварупу. И восхищаться прелестным обликом. Прелестным обликом. Мы говорим, вот там, Шад Буджи, шестерукой. Вот сейчас вы шестеруками кого-нибудь увидите, у меня шесть рук. Ужас какой-то мутант. Ужас. Лук какой-то, горшок там в руках. Ну, дудка эта влейта. Ну, что в том прекрасно? Ну, говорится, все атрибуты также обладают этой природой красоты. Что атрибуты, находясь в руках Кришны, становятся непростыми атрибутами. Этот лук, он выглядит так прекрасно. Это как вот, допустим, видел кто-нибудь баранью шерсть? Баранью шерсть видели, нет? Ну, тулуп там или овчин. И вот, чувак, зачем тогда аргонавты плыли за золотым руном? Вот даже если бы оно было золотое, вот просто. Представьте, вот из золота бы сделали вот такую овчину. И что? Ну, там пять килограмм золота или десять килограмм золота. Нет. Это золотое руно, оно обладало еще многими-многими качествами. Как вот он говорит, камень, чентамани. Какой-то камень, кому он нужен? Но тот, кто понимал его качества, они искали его. Они искали его. И он был для них самый красивый. Они думали, о, какой красивый, только маловато что-то. Побольше бы был бы. А другие говорили, да неважно какой размер. От него исходит такая, что даже этим маленьким камешком, к чему не прикоснись, золото превращается. И он сразу становился прекрасным, красивым. Поэтому, говорится, форма, она не совсем в материальном мире соответствует внутренним качествам человека. Но в духовном мире качество и форма, имя, действия, они все как бы неотличны. Появляется неотличность. Одновременно и неотличность, и различие. Отличие и различие. Отличаться и различаться, говорится. Оно может различаться по качеству. Но отлично, то есть выглядеть одинаково абсолютно. Выглядеть абсолютно одинаково. И так, говорится, наставление духовных учителей, писание. Люди в материальном мире привязаны к разным формам, к именам. Эти формы не соответствуют имени, имя не соответствует форме. Формы имени соответствуют качествам. Форма имя и качества не соответствуют деяниям. Деяния не соответствуют атрибутам. И атрибуты, и деяния, ими, формы не соответствуют окружению. Здесь все не соответствует друг другу. Все отделено друг от друга. Имя, допустим, кого-то зовут, владеющий миром. Он сидит там где-то в туалете, курит тихонько, втихушку. Жена его ругает, и он Владимир его называет. Владеющий миром. Или там Леонид, сын Льва. Ну, какого Льва? Льва Николаевича? Толстого? Льва Николаевича Толстого? Что за сын Льва? Он, так сказать, сын, так сказать, какого-нибудь там чукотского доктора? Не больше. Имя не соответствует нашим качествам. Наши качества не соответствуют имени. Нас бы, может быть, надо было назвать как-то там, ну, там, осел. Да, вот это больше соответствует, так сказать, качествам, все остальное. Поэтому в шастрах говорится, это мудхи, там, млечки, и яваны, там, и так далее. Нас бы можно было назвать бражник. Это похоже на нашей бражник. Эй, бражник, куда пошел-то? Здравствуй, бражник, бражник бабникович долбанутов. Вот это, это как бы и на имя, и на форму указывает, и на качество, и на деяние, и на атрибуты сразу бы. Все бы это указывало бы на это. И раньше, в старину, в прошлые времена, в совершенные, имя, оно соответствовало какой-то определенной. Это не просто так, что нам там дают какое-то имя, а мы, так сказать, его даже близко не похожи там. Такого не было. Все соответствовало всему. Если человек был очень религиозен, его так называли. Ай-ть! Слон, уходи! Уходи, прогоняйся, лая. Лай просто. Как спать, начинаешь лаять сразу. И так люди не могут воспринимать этих проявлений только по одной причине, что они находятся в этой двойственности или в этой страсти. И эта страсть, она закрывает все. Поэтому говорится, что человек, чтобы понять что-то, должен, по крайней мере, подняться до гуны благости. По крайней мере. И в чем же гуна благости? Страсть-то из чего? Из поисков чувственных наслаждений. А гуна благости? Поиск чего? Истины. Да. Человек думает, я свою жизнь лучше отдам на поиски истины, чем на поиски чувственных наслаждений. Харе Кришна. Шугадеву Госвами продолжал. Фиранмайя Варши, Верховный Господь Вишну, пребывает в образе Курмы, Черепахи. Этот прекрасный образ Господа бесконечно дорог всем обитателям Хиранмая Варши во главе с Арьямой. Преднослужая и поклоняясь Господу Курме, они поют следующие гимны. Просто когда человек понимает эти вещи, то есть понимает, понимание... Субтитры создавал DimaTorzok